Главные корпоративные ценности КАМАЗа — клиентоориентированность, активность, мастерство, адаптивность и забота. Хранители корпоративного кода — это люди, которые своим примером демонстрируют приверженность этим ценностям. Двумя такими представителями стали ученик и учитель, работающий на кузнечном заводе. Фарваз Галимов без малого на кузнице трудится 35 лет. Награжден медалью за доблестный труд, удостоен звания почетный машиностроитель. В числе безусловных заслуг и многочисленные ученики, которых обучил лично. Кто-то продолжает работать на заводе, некоторые ушли. Но как бы ни складывалась карьера его подопечных, он гордится своей работой, поскольку отдается ей полностью. Я то, что сам умею, сам знаю, стараюсь им все выдавать. И поэтому они у меня все время держатся. Вот очень много у меня было, конечно. Я не любитель себя хвалить или это, что-то там, что-то, где-то что-то вещу. Вот это у меня нет такого, что в высшем счастье оставить, чем другие или что. Все трудятся в одном коллективе, все так равномерно работают. Один из многочисленных учеников Фарваза Галимова – Тимур Магдеев. Его семья – это целая Камазовская династия. Общий стаж почти 120 лет. Свой путь на Камазе Тимур начал в 14 лет с работы озеленителем. Сейчас он студент и параллельно трудится инженером-технологом на кузнечном заводе. Впрочем, на производстве он оказался задолго до сегодняшнего дня. Еще во время учебы в колледже проходил практику в качестве токаря и обучал его о зампрофессии именно Фарваз Галимов. Я очень терпеливый, всегда объяснял. У меня не получалось раз в 10, наверное, я там пытался заточить, не помню, сверло, ой, не сверло, я уже не помню, честно говоря, что я там пытался заточить, но пытался, пытался, ничего не получалось. Я вообще в шоке, как он все это терпел. Особенно мне, мне приходится по многу раз объяснять, если у меня что-то не получается. Я пришелся до нулевым практически. То есть колледж, да, дал знания, но практики ведь не было, там только теория. А здесь уже, да, тут Фарваз зайнул очень много, чем уже. Несмотря на то, что Тимур сегодня трудится на другом фронте и его работа никак не связана с токарной обработкой, он в любой момент может обратиться за советом к своему наставнику. И такая возможность цена не только для наших героев, но и в целом для компании. Константин Величко, Олег Гораськов, Вести КамАЗа. Субтитры сделал DimaTorzok